Наследие Спиранского, презентация книги и уникальная возможность пообщаться с экспертами федерального уровня. Во Владимирском филиале президентской академии продолжается мотивационный проект «Конструктор успеха». Студенты вуза на равных могут пообщаться с успешными руководителями, предпринимателями, политиками, спортсменами, представителями самых разных сфер. Гости проекта делятся своим экспертным мнением и помогают студентам сформировать собственную точку зрения на различные вопросы. Мы просто-напросто наполним этот проект настолько содержательными встречами. Это будут эксперты международного, федерального, регионального уровня. Потому что я думаю, что ни один вуз с такими возможностями у нас похвастаться не может. У наших студентов такая возможность есть. Такие встречи, конечно, направлены на то, чтобы у молодежи, прежде всего у студентов, были жизненные ориентиры и понимание, к чему надо стремиться и на кого надо равняться. В этот раз студенты пообщались с известным правоведом, председателем Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, доктором юридических наук Павлом Крашенинниковым. Он презентовал свою новую книгу «Семь жизней графа Спиранского». Ее выход приурочен к 250-летию со дня рождения выдающегося государственного деятеля и нашего земляка. «Семь жизней» разделы книги. Они посвящены разным периодам биографии Спиранского. От рождения и государственной службы до ссылки, возвращения и запалы и работы над кодификацией законов. Понимаете, он родился, у него даже фамилии не было. Спиранский ему тут дали, поскольку давал надежды. Спира – это надежда с латинского языка. Поэтому человек сам всего добился, смог преодолеть те невероятные приключения, если так можно сказать, или злоключения, которые выполнены в голову. Я считаю, что это здорово, что именно во Владимире мы отмечаем это. И спасибо, что у меня есть возможность со студентами пообщаться. Выдающийся государственный деятель и юрист – сторонник идеи верховенства закона, разделения властей и многих других правовых и государственных постулатов. Михаил Спиранский родился в селе Черкутин Особинского района. Судьба и наследие государственного деятеля привлекала исследователей во все времена. В исследованиях специалистов еще даже 19 века после его смерти его называли и гением, и реформатором российской государственной системы. Быть причастным к реализации его замыслов, к мероприятиям, посвященным его памяти – это не только очень интересно, полезно. После общения с экспертами студенты поделились впечатлениями. Некоторые ребята заранее прочли новую книгу о Спиранском. Несколько экземпляров уже поступили в библиотеку вуза. На таких встречах узнаешь что-то новое, и всегда это нужно и важно. Общаешься с новыми людьми, новую информацию получаешь. Но данная встреча – это у нас презентация книги. Так как Михаил Михайлович Спиранский – наш земляк, это безусловно важно знать историю. Встречи в рамках нового проекта продолжатся. Совсем скоро со студентами пообщается первый замгубернатор области Вячеслав Кузин. Он расскажет о том, как формируется бюджет региона.